Что вы чувствуете, когда слышите слово «конфликт»? Нравится ли вам само слово? Произошедшее от латинского «conflictus» – «столкнувшийся». Избегаете ли вы конфликтов или стремитесь к ним? Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я стараюсь избегать. Предполагаю, что это не слишком хорошо. Предполагаю, что это большинство. Потому что при слове «конфликт» в основном у людей возникает ощущение страха, опасений, и как бы чего не вышло. Конфликт – это однозначно плохо, считаем мы в быту, и всячески стараемся избегать его. Вот с точки зрения моей любимой науки, как раз избегание конфликта – плохо. А сам конфликт – это хорошо. Дело в том, что конфликт – это иногда единственная возможность перейти на новый уровень отношений. Выйти из какой-то ситуации, которая начинает менять качество твоей жизни. Которая начинает приносить ощущения, ну не будем говорить депрессивные, но я бы сказала так, легкой бетонной плиты на плечах. Которую никак невозможно сбросить, поэтому она убирается внутрь, люди ее начинают таскать с собой, изображать желание быть страшно благожелательным, толерантным. Но внутри идет внутренний тогда конфликт, очень мощный. В конце концов будет не конфликт, а скандал очень часто. Это может привести к скандалу. Скандал и конфликт – не одно и то же. Ну тогда, наверное, существуют конфликты и конфликты. Потому что в результате многих конфликтов происходили крушения. Они происходят. И полные разрывы, распады, неважно, семей, музыкальных коллективов и прочее, и прочее. Творческих союзов. И, очевидно, тут самое важное, как в этой ситуации себя вести. Но я бы хотела все-таки на минуточку конфликта и конфликта. Вот то, что вы сказали, распады. А почему распад мы не относим к состоянию новых возможностей и выхода на новых отношений с этой жизнью? Распад семьи. Ах, кошмар, ужас, все упали в обморок, кричат «соединяйтесь», ради того, сего, пятого, десятого, выстроят целую кучу, тебе в эту корзину накидают. Зачем? А люди вместе жить не могут. И если они через конфликт расходятся, то у каждого появляется шанс прожить свою жизнь в каких-то других отношениях или как-то ее выстроить по-другому. Поэтому он в любом случае благо. А если, например, вот та же пара, она будет этот конфликт загонять под ковер бесконечно, и они уже готовы убить друг друга, но ради святости семейных уз. Они будут говорить, у нас все хорошо. Они начинают врать тотально, врать абсолютно всем, в том числе и своим детям. Ну, я уж не говорю про вот эту витрина, которая, в общем-то, не камень нужен, а дуновение ветра, чтобы она рассыпалась. Это очень печально, это проживаешь не свою жизнь. Здесь получается следующее. Мы с вами уже сделали такую развилку, я ее сделал, конфликт и конфликт, как бы пустили две ветки, а теперь у каждой из них появляются новые веточки. Семейная пара, конфликт. В результате конфликта люди расходятся и начинают строить две свои новые жизни, которые прекрасны. С этим нет вопроса, все понятно. Правда, я не уверен, что для этого нужен конфликт, можно просто договориться. Но, простите, я сразу вот про веточки. А вторая веточка является конфликт внутри семьи возможным поводом для роста этой же семьи. Вот этого, вот это интересно. Конечно, безусловно. Потому что, смотрите, ну, допустим, там несколько вариантов, еще несколько веточек. Допустим, один из партнеров не догадывается о том, что другому плохо. Запросто, может быть. Причем, знаете, как это бывает? У нас же в традиции, что догадайся сам, особенно женщины этим грешат. Я горд. Я горда и догадайся сам. А мужчина вообще не понимает, что ей надо. Он уже голову себе сломал. Отсюда миф, что женщин понять нельзя. Да понять, на самом деле, можно всех, и это не так сложно. Ну, просто достаточно, чтобы кто-то хотя бы намекнул, что для тебя не так. И вот, допустим, да, мы, потому что они больше этим грешат, говорим, ты знаешь, мне не нравится вот это, вот это и вот это. Он говорит, батюшки, ну, это же так просто. Не проблема. Носки. Не проблема. Носки. Ну, снимем с люстры, положим на письменный стол. Да, ну, то есть начинается какое-то новое движение. Вот такой хрестоматийный случай, когда глава семьи, женщина, да, все время мыла посуду после всех ужинов, обедов и так далее. Сломала руку, продолжает мыть посуду. У нее нарастает внутренняя агрессия настолько сильная, что она готова уже убить всю свою семью. И однажды она начала бить просто эту посуду. И когда пришла семья в ужасе... Это, кстати, хорошо, вы как психолог кажете, когда не надо побить посуду. Да, хорошо. На мой взгляд, хорошо. Маленькая просто на полях чуть-чуть. Да, то есть она выплеснула это все, и вся ее семья пришла в ужас от того, что они об этом не догадались. Она как по привычке мыла, у них, что называется, знаете, такой затертый глаз. Делает и делает. А что ей больно и неприятно, в голову не пришло, пока она об этом не сказала. Они все помирились и быстренько начали ей помогать. Они вышли на новый уровень понимания. То есть и на новый уровень, я думаю, чувствования друг друга. Стали больше прислушиваться к друг другу и к своим потребностям, потому что действительно это был и конфликт, и скандал. Мы вообще не умеем разговаривать друг с другом. И сами с собой не умеем разговаривать. Кстати, наверное, с этого вообще все начинается. Посуда — это как бы важная штука, но не самая грандиозная. А интимные отношения, умолчание, умалчивание годами, вот, как вы сказали, под ковер заталкивания проблем. А это, наверное, самое страшное, что с нами может произойти. Потому что именно когда мы в интимной сфере не рассказываем друг другу о своих впечатлениях, друг от друга, то ведь в культуре принято, чтобы женщина терпела. А мужчина делал вид, что он не замечает, что она терпит. И иногда последним аргументом бывают, в общем-то, те вещи, которые ведут, ну, если не к насилию, ну, по крайней мере, к каким-то отношениям, которые не являются для нее счастливыми. И она об этом молчит, потому что так положено. И плюс ко всему же, ведь ходит же еще эта несуразная фраза о том, что женщина полностью отвечает за атмосферу в семье. Это как? Да? Это вот, значит, это что? Это, в общем, там набирается такое списочек, На уровне дезодоранта, если бы. Да. Где-то так. И это, в общем, достаточно такая сложно преодолеваемая тенденция, к которой мы никак не можем прийти в силу традиции, в силу восприятия друг друга, как нас бабушки учили, а учили они нас, в общем-то, в прошлом веке. Тогда возникает следующий вопрос, очень важный. Это управление конфликтом. Потому что, ну, конфликт — это эмоциональная, как бы, составляющая, в первую очередь. Это взрыв некий, да? А и при этом, если ты можешь управлять, то может получиться что-то хорошее из этого, о чем вы и говорите. А можно все просто покрошить в капусту и все? Можно, конечно. В капусту тоже можно. Но в любом случае, когда... Вот правильное латинское определение — столкновение. Это действительно столкновение интересов. И если из этого столкновение интересов мы не выходим через любые действия, ну, у кого-то недопустимо кричать друг на друга, есть люди, которые сразу взрываются, да, очень эмоционально на все реагируют. Но в любом случае это лучше, чем скрытый конфликт. Потому что скрытый конфликт, он годами может приводить уже не к тому, что мы друг друга любим или хорошо относимся на работе друг к другу, или уважаем, как друг друга взорвались, а мы друг друга ненавидеть начинаем, потому что ущемляются мои интересы. Туда подключаются амбиции, ожидания, мечты и много-много чего. Поэтому никак. Вы знаете, интересное наблюдение психологов, а потом подтвержденное Нобелевской диссертацией. Мы даже финансовые вопросы, очень рациональные, на уровне стран, решаем с 90% эмоционально. Поэтому говорить о том, что включая голову и конфликт решать только рационально, вот прям с холодным сердцем, ну, это призывать к тому, чего быть не может. Я, может быть, не очень точно выразился. Я имею в виду, что если вдруг твой партнер или другая страна очевидно демонстрирует конфликт, то, скорее всего, стоит подумать, что не так, что не так с человеком, что не так, в чем, собственно, проблема. То есть не выхватываясь сразу шашки наголой, рубить с плеча, а попытаться понять. Потому что раз возникает какая-то бешеная реакция, как вот с битьем посуды вашей, с вашим примером, то, наверное, человеку не очень хорошо, раз он демонстрирует такое конфликтное поведение. Конечно, вы очень верно сказали, что мы не умеем общаться, мы не умеем разговаривать. Мы разговариваем, опять-таки, наверное, потому что это хорошо, о каких-то событийных вещах, о чувствах мы вообще не умеем говорить. Сказать от первого лица, меня это расстраивает, мне от этого больно, мне это неприятно. Но женщины еще как-то могут. А уж мужчина, чтобы сказал о том, что он чувствует себя плохо, допустим, слабым, каким-то ненужным, какие-то еще слова, которые его вот эту мускулинность подрывают, это практически невозможная история. Он будет терпеть, он будет испытывать массу негативных эмоций, которые, в общем-то, заканчиваются одной единственной вещью, я никому не нужен. И это уже ведет к тому, что очень трудно будет размотать причину конфликта, вот ее назад открутить. Лучше сразу разговаривать. Вообще спрашивать. Знаете, есть очень хороший способ, как, как мне кажется, вот держать руку на пульсе отношений. Если пара каждое утро спрашивает друг друга, а что хорошего я могу для тебя сегодня сделать, то, скорее всего, вот через это хорошее можно заметить, когда что-то не так, делая хорошее. И тогда есть возможность этой тропинке к друг другу ее все-таки не затоптать совсем. Благостный переход, хотя мы начинали о конфликте, но все же конфликта не боятся. Это я понял. Стремиться ли к нему? Не знаю. Не понял тоже. Вот этого я не понял. Артем, ну просто стремиться к конфликтуру, это глупо. Да, вот хожу, ко всем цепляюсь, мне не нравится, как ты сидишь, ты не то свистишь, сейчас я с тобой буду конфликтовать, делай, как я, но, прямо скажем, это не лучшее состояние человека. Но если внутри что-то очень сопротивляется, и вы замечаете, что через какое-то время вы слишком много об этом думаете, и у вас включаются внутренние монологи и диалоги, которые очень липкие, которые никак не дают переключиться возможности на какие-то другие вещи, это конфликт. Очевидно, нужно поймать тот момент, пока ситуация не вышла из-под контроля, пока ты не взорвался, но чувствуешь, что вот это вот кастрюльки уже крышечки подходят, и вот тут нужно, очевидно, поймать себя и вступить в диалог. В диалог. Да, в диалог, причем в честный диалог, не желая быть белым и пушистым, не обвиняя другого, просто озвучить свои чувства. Мне не нравится, мне от этого плохо. Причем, знаете, здесь тоже есть особенность. Когда это говорит мужчина, то женщина не воспринимает напрямую то, что он говорит. Женщина вообще не воспринимает напрямую, что говорит мужчина. Да, она начнет думать, ах, а нет ли здесь соперницы, а что-то ему не нравится, а что точно, наверняка. А она просто есть просто априори. Ну, как образ хотя бы. Он к ней стремится, к реализации, поэтому ему все не нравится. Когда женщина говорит мужчине, ты знаешь, мне вот это не нравится и вот это, он воспринимает напрямую. И потому намекать через то, что у соседки каждый день розы, а у меня дуванчики, он не поймет, чего надо-то. Еще больше дуванчиков или отнять розы у соседки. На самом деле, мужчина воспринимает все очень прямо. Женщина воспринимает через 4-5 шагов. Поэтому о женщине порой нужно сказать несколько раз, не приходя в состояние особенной ажиотации по этому поводу. Да, можно смотреть на яблоко и думать, что скоро его кто-нибудь укусит, и оно будет съедено, останется огрызок. А можно смотреть на огрызок и думать, это же когда-то было яблоко. То есть вот, казалось бы, то же самое, но с разных сторон. Да, да. Ну, в общем, не допускать до взрыва, не допускать до неуправляемого конфликта и ловить на предконфликтном состоянии. Как не допускать инсульта, ловить прединсультное состояние. Да, постараться успеть. И очень важно не бояться. Вот убрать этот страх, эту негативную коннотацию по поводу конфликта. Страх, простите, страх, наверное, себя потревожит, скорее всего. Страх, что мне будет, вот в этой ситуации мне будет как-то, черт тебя будет себя волновать, может, как-то так обойти и рассосется. Во-первых, вдруг рассосется, да. Во-вторых, а вдруг я в глазах того, с кем хочу конфликтовать, или высказать свои какие-то там недовольства, буду плохим. А я же белый и пушистый, или я белый и пушистый. Я всегда хорошая, я же всегда улыбаюсь. Выйти из образа, выйти из своего внутреннего представления, какой надо быть. Хотя внутри, какая я есть, вступает противоречие, какой надо быть. А проявить свои собственные чувства, это же опасно. Это же неизвестно, куда приведет. И схлопотать можно. И лучше не трогать. И вот это неправильно. Пошли тренироваться. Лена, спасибо большое. Спасибо.